Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Даниила Столпника. Преподобного отца нашего Даниила Столпника возрастила Месопотамия. Он родился в селе, называемом Вифара, располагавшемся около города Самосад, в 409 году от христианских родителей Илии и Марфы. Его родители долгое время не имели детей. Марфа дала обет Богу, что если он пошлет ей дитя, она отдаст ребенка на служение в монастырь. Через некоторое время у нее родился сын. До пяти лет мальчику не давали имени, считая, что тот, кто был дарован Богом, должен и имя получить чудесным образом. Для наречения имени родители привели ребенка в некий монастырь. Настоятель взял книгу, лежащую в алтаре, и раскрыл ее на словах пророка Даниила. Посчитав это знаком Божиим, настоятель дал мальчику имя Даниил. Родители хотели оставить ребенка в этой обители, но настоятель возразил, что тот должен сам принять решение об уходе в монастырь, когда вырастет. В 12 лет Даниил бежал из дома и пришел в одну из ближайших обителей с просьбой постричь его в монахе. Настоятель долго отговаривал отрока, но, видя твердость его намерений, выполнил просьбу. Узнав о том, где находится их сын, родители обрадовались и присутствовали при его постриге. С ранних лет святой Даниил мечтал посетить святую землю и преподобного Симеона Столпника. Однако настоятель не отпускал его. Вскоре игумен должен был отправиться в Антиохию по делам и взял преподобного с собой. На обратном пути Даниил Столпник видел преподобного Симеона, который разрешил ему подняться на столб и благословил его. Когда пришло время выбирать нового настоятеля, выбор пал на Даниила. Тот согласился, но вскоре оставил монастырь на одного из своих учеников и отправился к преподобному Симеону, у столпа которого провел две недели. Хотя Симеон и просил его задержаться, святой Даниил покинул учителя ради паломничества по святым местам с намерением удалиться в пустыню. На пути он встретил некоего старца, похожего на Симеона, который уговорил Даниила Столпника отказаться от паломничества в Палестину, где в это время происходили вооруженные столкновения, а идти в Константинополь, а затем исчез. Святой Даниил последовал совету внезапно исчезнувшего старца. Он нашел пристанище в церкви архистратига Михаила в Анапле. Ему рассказали, что неподалеку находится заброшенное святилище, где обитают бесы и вредят проплывающим мимо кораблям. Даниил Столпник затворился там, оставив только маленькое окошко. Постом и молитвой противостоял бесам, а те пытались устрашить его, являясь в виде призраков с мечами или грозя утопить его. Через несколько ночей преподобному удалось одолеть их, и они покинули святилище, вырвавшись из окна в виде стаи летучих мышей. Слухи о подвижнике распространились по городу, и недоброжелатели из окрестных селений пожаловались на него патриарху константинопольскому святителю Анатолию, утверждая, что Даниил еретик. Побеседовав с преподобным Даниилом, патриарх убедился, что перед ним не еретик, а святой. После того, как преподобный излечил патриарха от тяжелого недуга, святитель Анатолий просил Даниила Столпника задержаться у него или остаться в монастыре в черте города. Однако святой отказался и вернулся в затвор, где прожил девять лет. Однажды ему явился преподобный Симеон, призывая святого на подвиг столпничества. На следующий день в окрестности храма, где жил преподобный, оказался Сергий, один из учеников Симеона, которому после смерти Симеона было поручено отнести императору Льву куколь преподобного. Однако, разговарившись с Даниилом Столпником, Сергий понял, что облачение по праву принадлежит святому, поскольку именно он должен стать духовным преемником Симеона. Сергий навсегда остался с Даниилом, став его учеником. По просьбе святого он выбрал в пустыне место для столпа, которое ему было указано по знамению. Ученики святого построили столб высотой в два человеческих роста. В 461 году Даниил Столпник взошел на него. За 32 года, который святой провел на столпе, им было совершено множество чудес. Он исцелил сына бывшего префекта Константинополя Кира, избавил от глухоты и немоты детей, изгнал беса из блудницы, которую еретики подговорили оклеветать святого, лечил прокаженных и хромых. Даниил Столпник, несмотря на язвы на ногах, являл чудеса долготерпения. Во время сильного ненастья ученики нашли преподобного, покрытого коркой льда. С большим трудом они смогли отогреть его, и лишь после долгих уговоров Даниил Столпник согласился, чтобы на столпе был сооружен железный навес. Отношения святого Даниила с церковной и светской властью первое время были напряженными. Владелец земли, где был поставлен столб, требовал, чтобы патриарх Константинопольский, святитель Геннадий I, преемник святителя Анатолия, разрешил ему силой свести Даниила со столпа, а столб разрушить, но потом раскаялся и сам стал помогать святому. Когда слава о преподобном широко распространилась, многие вельможи и члены императорской семьи считали за честь украшать столб или старались убедить святого поставить новый столб на их землях. В благодарность за исцеление жены от бесплодия император Лев I приказал заложить основание нового столпа для святого, построил рядом с ним монастырь и часовню, куда по совету Даниила Столпника поместил мощи преподобного Симеона. Император считал нужным всегда советоваться с преподобным, посвящал его в свои дела и просил быть посредником в переговорах. Из благоговения император никогда не приближался к столпу верхом. По желанию императора патриарх Геннадий должен был рукоположить Даниила Столпника во пресвитера, однако преподобный отказался спустить для патриарха лестницу. Тогда Геннадий совершил таинство под столпом, провозгласил, что Даниил теперь рукоположен, и только тогда сумел взойти на столб, чтобы причаститься вместе со святым. За семь дней до кончины преподобный произнес последнюю проповедь. Его погребение сопровождалось знамениями. Патриарх Ефимий I, Клир и чиновники простились с Даниилом Столпником, поднявшись по спиральному подъему на столб. Тело завернули в плащ, привязали к деревянному щиту и поставили вертикально, так что в течение нескольких часов все могли его видеть. Над телом кружили два голубя, и в воздухе были видны три креста. При спуске тела священниками и патриархом произошла давка, так как многие хотели прикоснуться к телу святого, но чудесным образом никто не пострадал. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Никона Сухого Печерского в Ближних Пещерах, мученика Миракса, мучеников Акипсия и Аефала, преподобного Луки Столпника, а также новомучеников российских, священномученика Феофана, епископа Соликамского и с ним двух священников и пяти мучеников, священномученика Николая Виноградова, пресвитера, священномученика Иоанна, Богоявленского, пресвитера. Всех, кто носит эти святые имена, я поздравляю с Днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова